Победы баскетбольной команды в северной столице. Итоги чемпионата страны по мини-футболу среди игроков до 16 лет. Необычный способ отпраздновать 8 марта. Об этом подробнее расскажем в сегодняшнем выпуске спорт-обзора. В студии Кристина Лата. Здравствуйте. Начнем с новостей мини-футбола. Младшие юноши сибиряка остались без наград по итогам чемпионата страны. В Сыктывкаре в финале четырех наша команда потерпела два поражения. В полуфинале красно-белые встречаются с «Газпром Югрой». Ключевым моментом становится пятиминутка в середине второго тайма. Подопечные Константина Тарасова пропускают три мяча и счет из 2-1 превращается в 5-1. Спасти матч у новосибирцев не выходит. Итоговое поражение 6-3 и младшие юноши, как и двумя неделями ранее старшие, борются лишь за бронзу. Правда и в матче за третье место удача не на стороне нашей команды. Хозяева финала четырех новой генерации еще в первом тайме обеспечивают себе преимущество в два мяча и доводят дело до медалей 5-3. Сибиряк же вновь остается без медали Суперлиги. Самыми яркими игроками нашей команды на турнире стали 15-летний Данил Севцов и 16-летний Дмитрий Вахов. С новой генерацией свой следующий матч проведет и основная команда. Игра пройдет в Новосибирске 16 марта. За рулем по бездорожью сибирячки необычно отпраздновали Международный женский день. В гонке в честь 8 марта участие приняли одни лишь девушки. Какие трассы им пришлось пройти, знает Константин Бухтатов. Основная прелесть этого мероприятия в том, чтобы провести этот праздник не дома, сидя за столом, а провести его на свежем воздухе, получив очень хорошую дозу адреналина, эмоций и, соответственно, и энергетики положительной, которая нас заряжает в жизни вообще на будущее время. И действительно провести праздник в качестве домохозяйки хотят не все. Поэтому девушки уже 5 лет собираются на заснеженных трассах. В этом году статус соревнований позволяет получить спортивный разряд. Для тех, кто катается не только ради того, чтобы покататься на этом мероприятии, и на следующем мы получаем и повышаем спортивные разряды от Федерации спортивного туризма. Трассы две. Паркетная для всех желающих на любых автомобилях. Она несложная, справляются все. А на соседней внедорожной трассе участвуют опытные пилоты и штурманы, причем на полноприводных автомобилях. Зимний сезон подходит к концу. Кому есть чем сравнивать, в один голос отмечают. На снегу преодолевать препятствия намного сложнее, чем по грязи. Сложная субстанция снег. В любом его состоянии рыхлый, вязкий, он сложнее, чем грязь. В этом мы уже убедились на своем богатом жизненном опыте. Так что поскорей бы настоящая весна, поскорей бы зеленые деревья, черная грязь и жидкая вода. Наталья и Юлия выступают вместе. Первая пилот, вторая штурман. Непростые дистанции преодолевают сообща. Где-то их митсубиши приходится выталкивать. Но все же опасные подъемы пройдены. Было сложно, но Юля справилась. У нас отличный пилот. Ну это драйв, это адреналин, это общение с замечательными друзьями. Организаторы молодцы. Куча народа, классных людей. Все, всем всегда рады. Это здорово. Важная составляющая итогового зачета – сдача правил дорожного движения. Формат экспресс-тест. Помогают проводить экзамен сотрудники ГИБДД. Четыре ошибки допустили. Ну, еще побольше. Совершенно верно. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. С праздничкой вас. Спасибо. Следующие важные старты для новосибирских любителей бездорожья в мае. Сначала традиционный бурундучий бега недалеко от Бердска, а затем в Белово Кемеровской области джиперов ждет автомотофестиваль. В завершении выпуска о баскетболе из Санкт-Петербурга мужская команда Новосибирск возвращается с двумя победами. Сначала подопечные Владимира Певнева разгромили фармклуб «Зенита», а накануне упрочили успех в матче со «Спартаком». Новосибирцы с первых минут захватили инициативу и уже на большой перерыв уходили с разницей в 19 очков. Отыграть столь большое отставание у хозяев площадки не вышло. Закономерная победа Новосибирска 81-63. Самым результативным игроком в составе нашей команды второй раз подряд стал центровой Алексей Курцевич. У него в активе 14 очков. Столько же набрал и защитник Максим Кирьянов. Дабл-дабл на счету Кирилла Песлова. 10 очков и подборов. Сейчас Новосибирск занимает пятую строчку в турнирной таблице. До окончания регулярного чемпионата Суперлиги команде осталось провести 4 матча. Два из которых на домашней площадке 19 и 22 марта. О результатах этих встреч мы обязательно расскажем в нашей программе. А на сегодня все. Не забывайте подписываться на аккаунт «Спортобзора» в Инстаграме. Там много интересного о новосибирском спорте. С вами была Кристина Лата. До встречи.